добрый день сегодня я хотел бы вам рассказать про знаменитую берлинскую стену о том как эта стена разделила некогда единый город на две части коммунистическую и капиталистическую и о том как эта стена была разрушена а затем через некоторое время музеифицирована и сейчас показывается как экспонат прошедшей холодной войны после победы в великой отечественной войны войне советский союз и держава победительницы антигитлеровской коалиции после совещания в ялте и в берлине в 1945 году разделили поверженную германию на две части западная часть отошла к союзникам там возникло три оккупационные зоны американская зона великобритании и французская восточная часть с центром центральным районам митты была отнесена к советской зоне и западный берлин и западный берлин в берлине отошла к советской зоне оккупации и по ялтинским и берлинским соглашениям берлин как столица поверженного третьего рейха был разделен также на зону оккупации соответственно восточная зона оккупации с центром центральным района митты была отнесена к советской зоне и западный берлин соответственно с западными берлинскими районами был разделен соответственно с севера на юг на французскую британскую и американскую зону оккупации и с 1945 года это состояние стало постоянным то есть две германии разделенные границы и разделенные границы на зону оккупации берлин но с того момента западные державы почувствовав силу разработав ядерную бомбу и после речи черчилля фултоне где он произнес знаменитые слова железном занавесе где когда началась холодная война в конце сороковых годов западные державы стали давить на ссср на страны восточного блока чтобы закрепить положение статус кого то есть как на две разделенные германии сорок девятом году в мае было образовано фрг в октябре в ответ на это советский союз при содействии прокоммунистической элиты восточной германии создал на территории восточной германии государства германскую демократическую республику и так началось противостояние двух германий некогда единых была узаконена государственная граница между ними была введена немецкая марка на территории фрг и марка гдр на территории восточной германии советские руководители предлагали западу сделать германии единый демилитаризованной и демократической зоной не входящий ни в какие вы воинские союзы но запад на это не шел американцы как страна наименее пострадавшие во второй мировой войне имеющие огромные ресурсы всячески подталкивали вновь образованную фрг на то чтобы она вступала в разные союзы союзнические с западом и всячески стремилась поглотить восточного соседа сорок девятом году как я уже говорил были образованы два немецкие государства а в пятьдесят пятом году фрг уже вступила в блок нато соответственно смотря на этот демарш советский союз ввел гдр в блок варшавский блок так начался новый виток противостояния двух стран ну соответственно и берлин который не входил ни в какие государственные образования немецкие не в восточную зону ну соответственно восточный берлин был столицей гдр но западный берлин был имела свой статус отдельный после этих демаршей зоны оккупации американская и английская слились в единую зону получилась бизония то есть двузония потом к ним присоединилась французская зона и так западный берлин стал управляться под единым западным командованием так продолжалось довольно долго противостояние между коммунистическим востоком и капиталистическим западом пока власти гдр не осознали что из их страны очень идет сильная учесть утечка мозгов и людей и надо было что-то предпринять и на совещании коммунистических партий стран варшавского договора 61 году под водительством хрущева были проговорены вопросы с руководителем гдр вальтером ульбрихтом чтобы как-то оградить восточных немцев от тлетворного влияния запада от переманивания умов на запад так как там больше платили и западная германская марка была более более сильная и было решено построить вполне осязаемую ограду то есть берлинскую стену что и случилось в августе 1961 года была сооружена стена сначала это было очень простое бетонное сооружение которое вы было возведено буквально за несколько дней затем эта конструкция пограничная развивалась она получила большие пространство простреливаемые были поставлены пограничные вышки пола появилась вторая стена а в семидесятые годы эта стена граничащие западом была реконструирована и получила название грэнсмауэр 75 то есть пограничная стена образца 75 года всем известная берлинская стена каким какой мы ее знаем бетонный блок увенчана сверху полукруглой асбестовой нашлепкой скажем так для того чтобы нельзя было перелезть через нее и вот в таком виде стена существовала до 89 года когда в октябре она пала под напором советской перестройки под общим кризисом системы социализма и под неудержимым давлением множество немцев которые в общем то хотели чтобы стена разделяющая некогда единый берлин пала и в моей лекции будет идти речь как раз об материальных останках остатках этой стены которые сохранились до нашего времени и музеифицированы и представляет сейчас исторический интерес то есть стена пала но зона по которой она проходила сохранилась в умах немцев она сохранилась в виде материальных остатков которые на разных улицах представляют собой или фрагменты бетонных стен или линию по которой она проходила или целые музейные инсталляции ну пожалуй начнем демонстрацию слайдов и по мере продвижения по трассе стены вам буду рассказывать о ее наиболее значимых фрагментах ну начнем с плакатов конца сороковых пятидесятых годов когда союзники были еще союзниками против гитлера и воевали единым фронтом вот здесь вот единый плакат слева единым ударом демонстрирует как американские советские британские военные единым кулаком громят общего врага правый плакат представляет собой уже натовских солдат где внизу написано по-немецки зайны комарадом узоры фербюндетен то есть твои друзья наши союзники это плакат времен вступления фрг в нато конца пятидесятых годов и в центре типично советский плакат где красный советский ледокол плывет по бурному морю и убирать с пути поджигателей войны которые изображены в виде американской военщины реваншистов и прочих прочих нехороших людей так начиналось противостояние между западом и востоком на этом слайде представленная картинка из так называемого первого берлинского кризиса который случился с 21 июня 48 года и закончился 11 мая 49 года в тот период проходила блокада блокада западного берлина советским правительством все из-за чего из-за того что западные оккупационные власти ввели на территории фрг западно-берлинскую марку и она влилась большим потоком в зону западного берлина чем подрывала экономику восточной германии и восточного берлина в ответ на это как я уже говорил в мае 49 года было образовано фрг в октябре государство гдр и посредством вот этой блокады западного берлина путем недопущения в нее товаров услуг и западных марок советский союз пытался ограничить влияние запада на центральный город гдр ведь берлин находится в центре гдр но силу ялтинско-пансдамских договоренностей западная часть представляла собой западный анклав и союзники организовали из разных частей германии воздушный мост который поставлял продукты горючее и прочее снабжение жителям западного берлина но надо сказать что это снабжение было больше таким рекламным ходом все-таки более трех четвертей продовольствия и прочего снабжения поступало из советской зоны оккупации и в том числе западному берлину это был такой ход помощи запада западному берлину и это пропагандистки сыграло большую роль советский союз был вынужден в мае 49 года снять эту блокаду но конфронтация продолжалась она продолжалась в разной степени силы до 61 года до 12 августа 61 года когда началась началось возведение уже вполне осязаемой берлинской стены из бетонных блоков которая прорезала весь берлин с севера на юг вот здесь мы видим на плане который расположен с правой стороны как стена прорезала весь берлин то есть она прошла по разграничению зон оккупации западных союзников и советского союза соответственно восточный берлин столицу гдр вошли восточные районы в составе и центрального района митте в зону западного берлина вошли соответственно западные округа с главным районом шарлатенбург тиргартен линия которую начали возводить гдр в ци называлась линия антифашистского оборонного вала и строилась она для того чтобы запад не переманивал ни рабочую силу не студентов не они профессоров на свою территорию пользуясь тем что западная германская марка была более сильна по отношению к восточной общая протяженность стены вокруг всего берлина западного составила свыше 155 километров зона прохождения в черте города вот который мы видим на карте свыше 40 километров в ответ на начало возведения стены вокруг западного берлина западные союзники на пограничном переходе на улице фридрих страссе чекпоинт чарли организовали танковое противостояние с нашими танками этот кризис случился в конце октября 61 года как раз тогда когда стена уже вовсю возводилась это был акт протеста против отгорожения востока от запада вполне осязаемой преградой на линию соприкосновения были выдвинуты танки американских частей бронетранспортеры пушки но и наши войска выдвинули довольно значительную значительное количество техники это противостояние продолжалось около недели и после договоренности на высшем уровне между тогдашним президентом сша кеннеди и руководителем ссср хрущевым напряженность была снята но противостояние и продолжалось дальше западный берлин был очень удобным анклавом сердце гдр и здесь в местах дислокации западных союзников располагались многочисленные разведывательные шпионские центры как их называли подрывные центры которые дестабилизировали систему социализма можно сказать изнутри и собственно говоря стена была тем той осязаемой преградой которая должна была оградить восток от запада на этих фотографиях мы видим начала возведения стены из бетонных блоков под прикрытием гдр русских пограничников справа мы видим фотографии сделаны западной зоны где недоумевающие западные берлинцы пытаются общаться со своими родственниками через возводимую стену в шестьдесят первом году это был конечно шок для многих то есть представьте если бы такая стена прошла по центру москвы отгородив восточные районы от западных это конечно сложно представить но в поверженном после войны берлине это случилось вполне вполне осязаемо и здесь случались и трагедии и разрывы семей потому что одни родственники жили в западном берлине другие восточном у кого-то были жили там дети кто-то работал в то или иное место в том или ином месте в зонах оккупации но тем не менее стена была возведена люди были разъединены и вот в таком виде они жили двадцать восемь лет шестьдесят первого года по восемьдесят девятый но это пропагандистские рисунки того времени советские где видео таких вот бандитов насильников реваншистов и прочих нехороших людей показаны люди запада перед которыми захлопнулись двери и зак и закрылись шлагбаум и соответственно и подписи соответственно к этим картинкам верхней мы видим бренденбургские ворота и рука германского рабочего показывает реваншистом от ворот поворот слева разные подрывные деятели орут караулы ущемили наши интересы ну и так далее вот так была устроена стена здесь на этой схеме показан условная схема разреза как она была устроена слева мы видим восточную сторону справа западную начнем по порядку сначала шли сторожевые вышки затем следовала первая стена это бетонная стена заграждения с колючей проволокой потом стальные ежи врытые в землю кабель звуковой сигнализации собаки овчарки бегающие на длинных поводках также стену просматривал пограничный патруль который проезжал и регулярно на пограничных машинах был также заградительный ров освещающийся фонарями далее шла контрольно-следовая полоса и завершалась это оборонное антифашистское сооружение как называли его восточные немцы стеной образца 75 года высотой свыше трех с половиной метров которая увенчивалась полукруглой асбестоцементовой трубой для того чтобы нет нельзя было уцепиться за край ограждений и легко перелезть такое сооружение было устроено уже концу 60-х годов в той или иной степени сложности и вот внизу мы видим фотографии разных лет как выглядела эта стена со стороны западного берлина к ней можно было свободно подойти на вся была разрисована со стороны восточного берлина за стеной внешней шли широкие контрольные следовые полосы как я говорил и стояли уже вполне жилые районы которые люди из этих домов могли наблюдать за этой полосой она усиленно охранялась как и пограничниками и малейшая попытка ее преодоление в общем-то каралась пулей и более 200 человек было убито при попытке пересечения этой зоны ну по данным некоторых историков их было гораздо больше но не все было запротоколировано стена в центральной части берлина подходила к броненбургским воротам которые стояли в зоне советской оккупации и вот такой вот дугой обходила их в сторону шарлатенбургского шоссе в сторону тергартена и дальше шла уже по прямой мимо рейхстага который оказался в западной зоне доходила до шпандаусского канала и шла дальше на север французской зоне оккупации вот эта территория которой мы видим район тергартена это уже британская зона оккупации далее вот за воротами мы видим огромное поле незастроенное это район лейпцигской и подсдамской площади там далее за домами находится пропускной пункт чекпоинт чарли американской армии то есть вот эта зона она была вымороченная и была создана властями гдр специально для того чтобы ни одна муха не проскочила и это пространство было простреливаемые и хорошо наблюдаемые ну вот справа мы видим плакат американской армии 60-х годов которые как бы вопрошал солдат почему вы в берлине и вот здесь на английском языке написано почему он берлине чтобы бороться за демократию и за за то чтобы отстаивать западные ценности западном берлине ну большой интерес к этой проблеме естественно проявляла западное правительство во главе с американцами вот здесь вот на фотографиях мы видим два визита американских президентов кеннеди и рейгана в разное время в берлин американцам конечно не давала покоя коммунистическая система варшавский договор и демократическая гдр которая располагалась непосредственной близости от фрг которые всячески как бы прессинговала восточных немцев по всякому финансово экономически ну не секрет что фрг были влиты большие финансовые материальные средства по плану маршала и за счет в общем-то рыночной экономики фрг довольно быстро поднялось на ноги и стала одним из промышленных гигантов запада что нельзя сказать о гдр конечно там сохранялась некоторая промышленности и сельское хозяйство но там жила менее 1 3 население всей германии и конечно советский союз который помогал делал большие финансовые влияния в дружественную гдр но он сам был пострадавший от войны и конечно не мог так помогать восточным немцам как это делали американцы западным ну вот на этой фотографии мы видим как президент сша роберт кеннеди собер бургомистром берлина вилли брандтом и президентом фрг конрадом аденауэром посещают зону около бранденбургских ворот в июне 63 года и как раз тогда кеннеди скажет свою знаменитую речь в западном берлине я как свободный человек с гордостью заявляю я берлинец этим он подчеркивал что западные берлинцы находятся в анклаве которые служат форпостом демократии запада на востоке но это была политика сша и вот следующая фотография это визит рональда рейгана в берлин в июне 87 года когда праздновалось 850-летие города тогда он уже у бренденбургских ворот где была построена большая эстрада много было слушателей этой речи сказал обращаясь как бы к президенту горбачеву мистер горбачев снесите эту стену сделайте что-то для демократии ну и как раз через два года стена то и пала была перестройка в это время горбачев был прозападным политиком и сделал все чтобы германия объединилась единое целое что случилось в октябре 89 года здесь наверху мы видим фотографии 63 года это стена первая стена на бернауэрш трассы которая прошла как раз по фасадам домов то есть одна часть дома была восточном секторе а фасад выходил непосредственно западный то есть во французский сектор вот здесь мы видим пропагандистский плакат который был поднят над стеной чтобы его видели солдаты пограничные стражи гдр где написано солдат ты тоже в резервации находишься ну то есть они всячески подталкивали жители восточного берлина к бегству на запад и раскачивали политическую ситуацию таким образом но кстати гдр и советский союз долгу тоже не оставалось и тоже размещали соответствующие плакаты над стеной вот здесь мы уже видим период падения стены фотографии около бранденбургских ворот когда ликующая толпа немцев особенно восточных которые уже понимали концу 80-х годов что система социализма рушится то капиталистическая система все-таки победила и в тот период эрих хонекер вынужден был уйти со своего поста руководитель гдр и его преемники в общем-то сдали восточный берлин германию фрг то есть произошло не только падение стены между восточным и западным берлином тот период произошла так сказать политическая коллизия фрг с гдр не объединились а именно поглотили эту страну то есть сейчас западная германия и в ее составе бывшие гдр являются единым целым и вот по прошествии уже 30 лет с момента воссоединения западных немцев с восточными некогда бывшие швы раны которые нанесла берлинская стена городу границы между гдр фрг в общем-то уже зажили но ментальность в общем-то пока еще жива восточных немцев и они с большой ностальгии некоторые вспоминают вот эту стену которая как бы держала их таком вакууме резервации и создала некую особую породу восточных немцев воспитанных на идеалах коммунизма но тем не менее этот факт свершился германии объединились и вот здесь вот на плакате мы видим плакат времен празднования 25-летия падения стены где наш любимый михаил сергеевич горбачев изображен в центре плаката по бокам ганс дитрих геншер гельмут коль правители германии вон там виден джордж буш американский президент при ком это случилось ну немцы до сих пор благодарны как они называли его горби за вот эту акцию по объединению германии падения берлинской стены и даже вот на плакате написано по латинскими буквами после слова данке спасибо ну мы переходим постепенно уже к зонам музеи фикации берлинской стены на этой карте представлены основные узловые пункты где стена представлена в виде своих материальных остатков или памятников свой рассказ дальнейший я начну с номера один это восточная часть берлина около моста обербаум брюки на реке шпрее там сохранился довольно внушительный отрезок берлинской стены внешней стены 75-го года образца и это стена называется иссайской галереи дело в том что когда стена пала ее частично разрушили власти берлина решили сохранить этот отрезок на мюллин штрассе для того чтобы художники разрисовали и и дальше вам покажу как это случилось далее идет цинмер штрассе кпп чекпоинт чарли на фридрих штрассе который разделял советские сектор оккупации с американским далее идет нидер киркнер штрассе где тоже сохранился значительный отрезок стены где-то 200 метров и устроена выставка топография террора где находилась гестапо и сс далее стена поворачивает на север здесь находится большой узел подсдамер и лейпцигер плац это бывшая вымороченная территория погранзоны ныне застроена современными зданиями которые как грибы стали возникать после объединения берлина и германии далее мы доходим до унтерден линден и шарлотенбургского шоссе на не улице 17 июля здесь находятся бренденбургские ворота далее мы переходим к реке шпрее мимо рейхстага и совершая прыжок через шпрее мы проходим по шпандаловскому каналу гумбольской гавани к повороту стены на восток и вот здесь вот в районе бернауэрш трассы там где находилась советская зона оккупации и французская находится основной мемориал стены и вот об этих фрагментах стены которые ныне музеифицированы я вам расскажу а первый отрезок о котором я говорил это из царская галерея на реке шпрее длиной более километра восемьдесят девятом девяностом годах совет берлина уже большого берлина объединившегося предложил всем желающим художникам и любителям расписать эту стену по своему вкусу то есть кто как пожелает и художники из разных стран мира с разной степени мастерства расписали эту стену здесь данные фрагменты некоторых картин которые на ней изображены ну в частности вот знаменитое полотно скажем так художника дмитрия врубеля изображающие поцелуи эриха хонокера и нашего любимого леонида брежнева этот поцелуй случился в семьдесят девятом году когда праздновалось 30-летие образования гдр и одна фотограф из газеты франкфурт франкфурта альга майна запечатлела их и поместила в газету и вот с тех пор эта картина стала притчей во языцах и художник дмитрий врубель изобразил ее здесь на этой стене далее мы видим вот такие вот простые картины неизвестных можно сказать художников которые изображают шпрей в гост обербаум брюки свободных берлинцев в таких вот видах есть портрет сахарова есть еще одна знаковая картина наряду с картиной врубеля это трабант пробивающую берлинскую стену и он называется тест на крепость то есть бетонная стена не выдержала такой хрупкой машинки то есть напором масс восточных немцев для пробивания стены сейчас эта стена является европейским памятником культуры истории на ней закреплена специальная табличка не так давно эта стена была обновлена то есть заштукатурена укреплена и власти берлина пригласили тех же художников которые расписывали эту стену для того чтобы они как бы повторили свои росписи что и было сделано вот эти вот росписи мы видим как бы уже обновленные ну стена пользуется большой популярностью среди туристов это такой знаковый объект в берлине который по популярности наверное превосходит даже музейный остров скажем так вот это двигаясь по стене на запад мы подходим музеифицированным остатком и и у кпп чекпоинт чарли здесь около двух остатков стены образца грандсмауэр 75 находится выставочный зал кальтер книг крик холодная война и вот как раз на фотографии изображен американский военный у танка наблюдающий за советскими танками за чертой разграничения секторальных областей берлина и дальше большая экспозиция показывающая в объеме берлинскую стену как она была устроена она правой фотографии мы видим скульптуру стивена балкин холла балансирующий то есть человек стоящий на краю стены и двигающийся вперед но могущий упасть в одну то другую сторону дело в том что она установлена у издательского дома акселя шпрингера известного западного антикоммуниста издателя газеты журналов которая активно ненавидел коммунистический режим гдр ссср и его издательский дом стоял как раз у границы секторов то есть на самой границе советского сектора оккупации и когда берлин разделился стеной его здания служила таким как бы рупором капиталистической пропаганды в сторону востока то есть на верхушке его здания была закреплена электронное электронное табло где бегущая строка рассказывала о новостях запада о отрицательных сторонах восточной германии ну и так далее конечно гдр-овцы тоже и наши пропагандисты в долгу не оставались всячески препятствовали этому закрывали высокими стендами эту зону где тоже писали свои пропагандистские речи ну вот сейчас на месте разрушенной стены находится вот такая скульптура балансирующий далее стена подходит непосредственно к чекпоинт чарли кпп вот слева мы видим как это кпп выглядело 60-е годы когда здесь существовало пункт пропуска из одной зоны в другую вообще таких пунктов существовало четыре основных и чекпоинт чарли был третьим и назывались почему он так назывался чарли потому что начинался с буквой c а эти пункты обозначались буквами латинского алфавита abc ну и американцы назвали его чарли соответственно он был третьим и основным и сейчас после падения стены он служит такой как бы туристической приманкой здесь устроен устроена будка но немножко не такая как была в 60-е годы но похоже уложены пески с мешком мешки с песком и стоят ряженые в американскую форму молодые люди с которыми любят позировать туристы это такое место притяжения туристических масс здесь пересекаются людная улица фридрих штрассе идущая с севера на юг и недер киркнер штрассе идущая с востока на запад недалеко от кпп чекпоинт чарли находится памятный знак на улице циммер штрассе здесь 17 августа 62 года произошел трагический случай когда 18-летний рабочий из восточного берлина петер фехтер хотел перебраться со своим другом западный берлин и они предприняли такую попытку его другу удалось перемахнуть через стену но петер не повезло он застрял в колючей проволоки между стеной и получил пулю пограничника гдр-овского и истекая кровью долгое время лежал там никто ему не мог помочь потому что солдаты гдр не могли войти в нейтральную зону потому что до этого происходили подобные инциденты с американцами американцы не решались войти туда и истекая кровью этот рабочий погиб в конце концов его тело вынесли из этой зоны вот здесь мы видим пограничную стражу гдр гдр-овского офицера и полицейского из западного берлина далее стена на нидер кирхнет штрассе подходит знаковым месту у берлина здесь во времена третьего рейха существовали огромные здания где находились зловещие учреждения германии того времени это сс и гестапо а также здесь в одном из зданий находилась редакция газеты ангриф министр пропаганды геббельса также вот мы видим на заднем плане сохранившиеся здания архитектора загибили это здание министерства авиации германа геринга на удивление во время бомбежек и боев берлине сорок пятого года это здание практически уцелела и сохранилась до нашего времени и служит тоже своеобразным памятником эпохи но вернемся к этой территории здесь свое время когда берлины объединились единое целое возник существовал и был большой пустырь на котором в свое время хотели провести скоростную трассу был автодром но в конце концов здесь на месте вот этих зловещих учреждений решили устроить выставку топография террора которая демонстрирует фотографии разные документы из истории становления этих организаций как ссс д гестапо кстати вот здесь вот вдоль стены мы ее видим на заднем плане длиной 200 метров сохранились подвала гестапо где проходили пытки и допросы здание естественно не сохранились но они были раскопаны археологические расчищены и сейчас представляют такой вот исторический артефакт зданий довольно простой архитектуры архитектор урсулы вильямс проект 2006 года она была открыта в десятом году устроена выставка как я говорил посвященная истории этих зловещих служб третьего рейха вот здесь мы видим некоторые из экспонатов эта фотография адольф гитлер пожимает руку главе сс гиммлеру полицейские идут со знаменами фашистскими а звезда давида снятая синагоги в хрустальную ночь ну вот когда я был в берлине кстати в 2014 году когда праздновать 25-летие падения стены здесь проходила выставка хрустальная ночь ну всем известно что ветер был я ярым юдафобом и в эту хрустальную ночь 38 года он громил еврейские магазины и поджигал синагоги вот фрагменты стены сохранившиеся здесь мы видим вот такие вот провалы в едином теле стены дырки это свидетели того радостного времени 89 90 года когда стена рушилась когда охотники за сувенирами долбили ее словно дятлы чтобы получить кусок бетона на память о разделенном городе в то время соединяющимся вновь но вот этот кусок сейчас законсервирован и показывает жителям берлина и гостям немецкой столицы то как выглядело вот это вот заградительное сооружение между востоком и западом далее стена поворачивает поворачивала сейчас конечно и нету поворачивала на север и здесь в районе лейпцигской площади мы видим фрагмент ну как бы инсталляцию из плит этой стены и вот этот фрагмент аккурат стоит на линии стены которые проложены по газону площади вот мы видим здесь такую полоску это внутренно здесь проходила внутренняя стена которая была обращена к восточному берлину чуть далее вот где мы видим кольхов-тауэр это здание уже построены после объединения берлина подсдамская площадь там проходила внешняя стена и там тоже устроена инсталляция и во времена берлинской стены некогда оживленные площади были просто безжизненным пространством и даже западные немцы специально приезжали со стороны западного берлина там были устроены такие специальные помосты они наблюдали поднимались на них и наблюдали за жизнью в восточном берлине и гдр с этих помостов но здесь ничего нельзя было увидеть здесь было широченное безжизненное пространство то есть пограничная зона сейчас она застроенная разными зданиями магазинами очень оживленное место берлина и здесь кстати рядом сохранилась пограничная вышка бетонная на эрнбергер штрассе которая проходит чуть южнее лейпцигской площади и здесь тоже сделан небольшой музейчик времен посвященный времени холодной войны когда город был разделен вот это подсдамская площадь мы видим вот эти небоскребы окружающие кстати главный архитектор берлина ну по-моему сейчас уже не главный архитектор уже в отставке ханс штиман а он предложил застраивать берлин невысокими зданиями и сейчас после объединения германия двух германий и двух берлинов сейчас поднимаясь на рейхстаг где находится знаменитый купол мы можем видеть довольно ровную поверхность крыш берлина которые нарушаются лишь телебашней знаменитой гдр и лишь некоторыми высотными постройками и в частности вот здесь вот на подсдамской площади это как бы вакханалия небоскребов то есть здесь было дано разрешение на постройку любых построить зданий любой этажности и архитекторы здесь отвели душу скажем так и вот здесь кстати вот вид сколько в house tower видна внешняя сторона стены ее линии и вот здесь несколько стенок из которых она состояла музеифицированы и здесь представлена экспозиция о истории существования падения этой стены кстати забыл сказать что на всем протяжении маршрута берлинская стена по городу выложена двойным рядом брусчатки и житель или гость города идя по той или иной улице может воочию увидеть как эта стена по каким улицам по каким переулкам разделяла город это тоже пацдамер плац это как раз фотографии с празднования 25-летия падения стены 2014 год спонсором этой этого празднества был была компания дойче бан немецкие железные дороги которая вложила большие деньги на реконструкцию железнодорожных путей вот мы увидим банков пацдамер плац вокзал пацдамский где пересекаются разные железнодорожные пути с бана у бана это метро и электричка берлинская и здесь кстати когда проходила стена была тупиковая ветвь всех путей железнодорожных нельзя было проехать ни на восток ни на запад ну а сейчас здесь туристический центр оживленные люди фотографируются на фоне символики почившего в возе гдр ну и веселятся этому уже убран ингурских ворот здесь фотография начала 60-х годов как раз мы видим начало возведения стены из таких вот бетонных балок мощных которые полукругом дается западный берлин и надпись внимание вы покидаете западный берлин со стороны шарлатенбургского шоссе и вот здесь вот на том же шоссе стоит такая скульптура которая называется призывающий она изображает человека который пытается докричать с запада на восток она стоит как раз вот к западу бранденбургских ворот до сих пор сохранилась и поставлена как раз во время холодной войны во время противостояния запада и востока вот это вот ну как бы наиболее знаковое место сейчас берлина мы видим современные здания около шпрея это здание нового рейхстага нового парламента архитектора штефана браунфельса и здание библиотеки рейхстага дом марии элизабет людерс того же архитектора которых символически соединяет вот такой мост дело в том что берлинская стена в свое время проходила по вот этому берегу шпрее уходила дальше наш пандаловский канал и вот здесь вот посередине шпрее была пограничная зона и многие желающие восточные немцы утечь назад утечь на запад переплывали этот канал многие тонули некоторые получали пулю некоторых вылавливали но жертв было достаточно и вот здесь вот появилась свое время инсталляция это после объединения берлинов инсталляция белые кресты на шпрее у здания ленты федерации ну это называется здание которые пересекают шпрее начиная с резиденции канцлера фрг продолжают ее с перерывом здания нового рейхстага и через шпрее заканчивается библиотека рейхстага и вот такие вот кресты в память погибших при преодолении стены ставились в тех местах где люди гибли но сейчас они перенесены сюда символически на к парламенту стоят недалеко от рейхстага и здесь вот на каждом кресте надпись с фамилией того или иного человека который погиб ну вот здесь вот представлено у меня две фотографии это гюнтер литфин первая так называемая жертва стены которые преодолевая расположены дальше шпандаловский канал был застрелен сотрудником гдэровской таможни погиб уже в августе 61 года то есть тогда когда стена уже создавалась только начала создаваться и последняя жертва стены молодой человек крис гефрой он погиб в феврале восемьдесят девятого года а уже в октябре восемьдесят девятого года стена полы ну вот ему не повезло немножко не дотянул до того радостного для всех немцев дня продолжает экспозицию стены инсталляция художника бена вагина который сделал такой анклав недалеко библиотеки парламента здание марии елизабет людерс где он продемонстрировал макет стены на которые изображены разные картины инсталляции связанные с разделенным городом вот здесь он представил как бы макет сломанные стены здесь у него изображение падающих стен которые он назвал парламент деревьев против преград войны и насилия ну такой художник пацифист и кстати до сих пор этой инсталляции которую организовал в садике около библиотеки парламента существует ее можно увидеть и она вполне себе поддерживается и когда начинал состроить парламент парламентская библиотека часть стены подлинной которая входила в экспозицию бена вагина она была включена в новое здание парламента вот эту тут мы видим внешнюю часть на внутреннем фасаде здания а внутри интерьера библиотеки существует еще один кусок стены которые условно переходят дальше экспозицию бена вагина двигаемся дальше на север уже от парламента вот мы здесь видим вдалеке парламент мостик через шпрей и вдоль набережной шиф бауэрдам шпандауского канала мы идем вдоль стены вот она как раз выложена двойным рядом брусчатки и в нее вмонтирована такая вот табличка сделанная из металла который изображает надпись berliner mauer 1961-1989 то есть любой пешеход посетитель города видит эту стену у себя под ногами и понимает как она шла и как разделяло город сейчас набережная шиф бауэрдам застроены современными домами здесь резиденции разных фирм напротив через канал находится главный вокзал такая изюминка современного берлина пройдя чуть дальше мы видим место где был застрелен пересекающие шпандауский канал гюнтер литвин первая жертва стены жертва 61 года этот камень был устроен практически сразу после его гибели но он стоял со стороны запада после того как создавалась экспозиция по трассе стены это начале двухтысячных годов камень был перенесен на то место откуда он нырнул в реку и здесь был поставлен еще такой информационный знак из стекла где представлены фотографии некий исторический текст об этом событии то есть это место отмечено и еще один памятные так памятная точка это бывшая пограничная вышка гдр на киллер штрассы где братом дюнтера литвина был устроен мемориал памяти его брата и всех погибших у стены восточных немцев сейчас бывшей пограничной зоне расположены новые жилые районы новостройки и идет активное строительство они как-то это было в общем-то вымороченная территория до киллер штрасс и стена проходила по опять же по шпандаускому каналу вдоль инвалидного кладбище вот это одно из немногих зон где стена пересекала некрополь а некрополь это не совсем обычные здесь захоранивали выдающихся немцев военных генералов фельдмаршалов теоретиков и даже во времена третьего рейха здесь захоранивали погибших или умерших фашистских бонс в частности здесь был захоронен убиты в праге гейдрих но могила его естественно не сохранилась она была сравнена с землей и в четырнадцатом году вот здесь вот по дорожке центральной кладбищенской дорожке была устроена такая инсталляция в виде надутых гелием легких шаров которые проходили по линии берлинской стены по всему берлину это была такая акция устроена называлась их грэмс и то есть световая граница о чем я расскажу чуть позже и поворачивая на восток мы выходим уже к основной экспозиции посвященной знаменитой берлинской стены стене это район улицы бернауэш трассы там где проходила секторальная граница между зоной ссср и французской зоны оккупации и вот здесь вот стена прошла прям по фасадам домов известны фотографии когда люди вы выбрасывались из окон с третьих этажей разбивались их ловили но многие хотели уйти на запад и мне хотелось жить в восточном берлине потом эти дома эти окна замуровали дома были снесены жители переселены в другие места в конце концов здесь появилась такая чистая погран зоны на месте снесенных домов и вот сейчас здесь организован центральные выставки комплекс с музеем библиотеки где можно ознакомиться с историей возведения стены с истории противостояния двух политических блоков вот в этом магазине вот этого здания облицованного картеновой сталью специально так и заржавленный имеется огромный набор литературы по берлинской стене у гдр о объединении германии стоящее место где можно получить всю исчерпывающую информацию о мемориализованной стене ныне одной из достопримечательностей берлин скажем так здесь же рядом находится выставочный центр фотоцентр и такая смотровая башня с которой можно увидеть весь анклав который примыкал к бернаула штрассе вся зона вдоль этой улицы поделена на три отрезка которые называют помечены цифрами а б и то есть они называются по-разному жизнь около стены жизнь за стеной но так вот по-разному и они как-то по-разному представляют эту стену вот здесь например в зоне c стена представлена с такими ржавыми штырями то есть она они поставлены по линии прохождения внешней стены и представляют условную стену который разделяет запад и восток но между штырями можно пройти то есть это такая дырявая стена условная которая олицетворяет настоящую бетонную здесь же кстати выложены вот такими вот плитами напоминающими пешеходный переход зебру по газону это места прорытия подземных тоннелей их довольно часто рыли восточные немцы желающие покинуть город они использовали канализацию воздушные шары кто во что гораст но и часто использовали вот подземные ходы чтобы попасть в свободную западную зону о которой они мечтали далее мы видим вот такую инсталляцию памяти тех кто погиб при преодолении стены это стала с такими окошками своеобразными из картеновой стали которая изображает всех тех людей которые погибли от ран или были застрелены погранстражей гдр во время попытки пересечения государственной границы а ведь берлинская стена с этой погранзоны была государственной границей и незаконное пересечение как как каралась или тюремным сроком или пули ну вот здесь вот изображены те кто получил эту пуль как я уже говорил таких было более двухсот тридцати но на самом деле наверное было больше и это подтверждает очень независимые историки здесь мы видим вид на акер штрассы который идет в сторону восточного берлина и который упирается в бернауэр штрассы здесь со смотровой вышки можно хорошо увидеть как была устроена стена авторы вот этой экспозиции которые прорабатывали стену как ее подать решили здесь моделировать в натуре вот как раз вот ту контрольную следовую полосу внешнюю стену внутреннюю стену сторожевую вышку как это было на самом деле сюда нельзя попасть сюда можно лишь заглянуть в щели задней стороны ну то есть такой как бы экспонат в натуральную величину в структуре города и он и подан как экспонат музея даже вот здесь вот с торцов он перекрыт специальными металлическими стенами которые ограничивают эту стену с двух сторон условно и подают ее как я уже говорил музейный экспонат структуре города вот здесь вот слева мы видим недавние недавние граффити на бронмайвере одного из домов который примыкал к стене и здесь художники изобразили нож где написано берлин 1961 69 который как бы условно режет по живому ткань городскую ткань берлина представлены в виде ножа разрежет разрезающего живое мясо такая вот довольно эффектная композиция в другой зоне музейной зоне бернауэр страсса мы видим основание одного из домов которые были разрушены когда устраивалась загранительная стена во время устройства газонов архитекторы рабочие наткнулись на фундаменты одного в общем то из рядовых домов и решили их из них устроить некую инсталляцию то есть показать план дома выложенный кирпичом здесь вот устроена такая выставка об истории этого дома и других домов которые стояли по пограничной линии улицы и в каждом помещении в зависимости от его предназначения устроены вот такие вот металлические таблички но в частности вот это кухи кухня других помещениях написано спальня парадная комната ну и так далее так любой посетитель может как бы зайти дом который стоял на границе двух секторов следующая экспозиция по бернауэр страссе это известная церковь примирения архитектора мелкеля который возвел ее в конце 19 века в общем то вполне рядовой для берлина неоготический кирпичный храм который стоял волей судьбы оказался на линии разграничения секторов и попал в контроль на следовую полосу долгое время он сохранялся здесь вот мы видим здесь как раз устройство стены на месте первых этажей домов тут даже вот окна видны этих домов снесенных здесь дома уже снесены здесь погран зона подошла к зоне кладбище вот этот дом сохранился и как можно сказать бельмо на глазу стоял вот этот храм примирения властей восточного берлина но так как гдр-овский режим также как и советский был антиклерикальным ну не сочли ничем предусудительным как взорвать этот храм был снесен в 85 году сначала снесли неф взорвали а потом и вот эту колокольню которая оставалась отдельно стоящей известны кадры которые снимались с западного берлина покадрово видно как рушится это колокольня и после 85 года здесь стала свободная контрольная следовая полоса в 89 году через четыре года стена пала и здесь был устроен музей стены долгер на ульш трассе а место снесенного храма заняла вот это вот мемориальная часовня примирения которая стала как раз на алтарную часть этого храма он был построен это часовня была построена по проекту архитекторов за сон рота и райт армана в двухтысячном году она была сделана имеет форму такого яйцеобразного овала внутренние стены были сложены из мятой глины с перемешку с кирпичами от взорванного храма внешний контур представляет собой такую речную конструкцию прозрачную таким вот наложенным крестом и контуры самого храма выложены вот здесь вот на площадке металлической ленты с желобком то есть как бы часовня возродила литургическое действие утраченного храма а контур по по его плану возрождает его так сказать физические размеры которые может увидеть посетитель и здесь же представлены некоторые фрагменты сохранившиеся от него этого погнутый крест и кусок барельефа с агнцем здесь же рядом стоит такая вот скульптура примирения где юноша обнимает девушку в знак примирения изображающую как бы примирение востока и запада ну здесь представлены элементы музея фикации стены вот такие плакаты показывают где что находилось вот в частности мы здесь видим часовня примирения план и план храма примирения 19 века выложены металлом также границы домов которые здесь стояли и внутреннюю линию стены внешнюю линию стены вот здесь вот за запад здесь восток и инсталляцию который изображает контрольную следовую полосу у аккерстрасса здесь же дальше мы видим сохранившуюся стену в полный рост три с половиной метра то есть так как она выглядела во время своего бытования концу 80-х годов на каждом отрезке стены укреплены вот такие таблички которые повествуют о том что это европейское культурное наследие ни много ни мало да кстати я хотел сказать что вот эта стена вызывает очень большой интерес у гостей и жителей германии как такой необычный экспонат времен холодной войны который разделял две страны и острота от этой стены у людей еще не очень спала и все хотят ее увидеть и и даже увидеть ее хотят больше чем нефертити или ворота иштар на музейном острове до того притягательна сила вот этого невзрачного сооружения в общем-то ну это действительно так я когда был в берлине на празднование 25-летие падение стены и в девятнадцатом году в прошлом когда праздновалось 30-летие падение стены гуляния по этому поводу были в берлине грандиозны и внимание к этому событию очень сильные со стороны федеральных властей и завершая нашу небольшую экскурсию по этой неоднозначной скажем так неоднозначному экспонату я хотел бы завершить вот фотографией 2014 года я был в это время на праздновании 25-летия так волею судьбы случилось что я попал туда и увидел как все это было по всему берлину была устроена вот такая вот граница и светящихся шаров которые зажигались вечером были наполнены гелием и в начале ноября где-то 9 ноября 2014 года вечером эти шары как по мгновению палочки взмыли вверх тем самым показывая что берлинская стена разделяющие два города на разные части растворилась в берлинском воздухе свободы вот такая задумка организаторов но вот здесь вот мы видим мюрлен штрассе с царской галереей где находятся росписи разного типа это бернауэр штрассе где находится основная экспозиция по стене нидер кирхнер штрассе где находится выставка топографии террора и вот здесь вот мы видим фрагмент сигнации стены в районе панков это уже немножко за пределами центральной части берлина но везде все сделано одинаково двойной ряд брусчатки вот такие вот металлические вставки с названием что здесь проходила берлинская стена вот так что памятник холодной войны который воздействовал в течение 28 лет на умы и сердца людей разделенных этой стеной волей волей у судьбы стал первоклассным музейным экспонатом системе города и берлин в общем то страдал многое от этого разделения ненавидел эту стену но в конце концов когда она пала в восемьдесят девятом году понял что это интереснейший экспонат для городского развития и она действительно притягивает в том числе и эта стена притягивает большое количество туристов спасибо за внимание мой рассказ окончен так что не красиво как в Продолжение следует...